Привет всем! И вышла с работы, сейчас жду детей. Вот они через дорогу перешли на той стороне. Пообещала погулять, но они обещали ко мне прийти на работу, меня забрать, но запозднились, припозднились. Вон они едут с самоката. Сейчас погуляем, погодка хорошая. Пойдем домой. Солнышко светит, тепло прям. Ну ладно. Солнышко светит, тепло прям. Идем домой. Кушать захотели. Идем домой. Они вот вперед меня улетели на самокатах. Сейчас пообедаем. Надо голову помыть. Порядок себе привезти. Вечером с мужем выйдем. Немножко прогуляться. Надо отвлечься. В выходные тоже дома просидели. Никуда не ходили. Исходим в магнит-косметик. В общем, так чисто. Посмотреть. Может, краску куплю. Хочется прогуляться. Немножко отвлечься от всего этого. Как-то день сурка какой-то. Договорились. Поэтому голову помой. Пойдем. Продолжаю снимать свой влог. Сейчас мы ходили с мужем немножко по магазинам. У нас тут недалеко. Буквально 200 метров открылся магнит большой новый. И магнит-косметик. Туда пошли. Не пришлось идти на стачки. Чертик удар. Поэтому сходили быстренько. Зашли в магнит-косметик. Потом магнит. Сейчас я вам покажу, что купили. И все. В принципе, никуда больше не ходили. Погодка отличная. Вообще еще теплее, чем днем было. Я еще, кстати, сегодня настирала две стирки. Пока погодка хорошая. Сохнет все на улице. Ну, давайте перейдем сейчас к покупкам. Подробненько вам все покажу и расскажу. Итак, покупки в магните. Чек не взяла, поэтому не помню. Взяли вот такую лепешечку восточную. Что-то она 26 рублей, по-моему, стоила. Хлеба выбора не было, поэтому взяли лепешку. И вот такой вот еще подовый. Юг Руси. Хотя я Юг Руси не очень. Но другого не было. Взяли такой и взяла семечки. Семечки прям по цене золота продаются. Вот эти 34 рубля маленькая пачечка. Семечек 80 грамм. И яблоки были по 74. Новый урожай, по-моему, называется. Такие вот выбрали немножко. Так, магнит косметик. Зачем я шла? Шла за краской, смотрела, смотрела все глаза. Смотрела, муж случайно увидел нужный мне оттенок. Он так стоял как-то неприметно задвинутый на полке. И вот, наконец-таки, я взяла эту краску. Именно цвет, который мне нужен был. Краска 169 рублей. На Азоне вчера смотрела 205. Такая краска. Поэтому не прогадала, купила. Так, муж выбрал себе зубную щетку. Такая вот, какая-то бамбуковая. 69 рублей она, по-моему, стоила. Да, 69 рублей зубная щетка. И взяли, наконец-таки, насадки на Gillette Mac 3. Две штуки, 519 рублей. Мак 3. Это самая дешевая цена во всех магазинах. Мы уже замучились искать, подешевле ждать каких-то акций. Но вот, нашли за 519 рублей. Вот одна мне, одна ему. Насадка будет. Так, и магнит косметик мы потратили 764 рубля. Да, еще сегодня я в пятерочке ухватила за 9 рублей. Представляете, такую красотень. Кактусик такой, брызгалка для цветов. Вот старая цена была 157 рублей. Представляете, и за 9 рублей продавалась. Я, конечно же, не смогла пройти мимо. Купила. Вот все, сейчас будем ужинать. На ужин у нас еще остался борщ. Остался еще холодец. Поэтому сегодня я ничего не готовила. Завтра буду готовить. Все, сейчас разложу все по местам. И будем ужинать. Продолжая свой влог. Добрый день. Меня просили рассказать о специях. Они у меня хранятся тут в шкафчике. В этом я тут как раз поубирала немножко. Пыль протерла. И достала все, что есть. Сейчас покажу. Ну, соль, естественно, в баночке в таком храню. Так, это у нас, ну, больше к чаю относится мята. Это сушеное сами собирали, сами сушили. Так, тут пусто. Тут у нас, сейчас, сушеный розмарин. Тоже домашний, так сказать. Собрали, высушили. Ну, редко его использую как-то. Вот, семена льна. Так, здесь у меня крахмал. Так, тут у меня, надо баночки тоже протереть. Тут у меня семена. А, нет, это у меня ореховые перегородки на настойку. Так, здесь у меня семена укропа. Я добавляю их в квашеную капусту, когда квашу. Так, теперь специи. У меня их немного, много чего позаканчивалось. Давайте посмотрим. Кориандр молотый. Куркума закончилась. Базилик тоже закончился. Здесь сейчас не базилик, а приправа из Крыма. Мы привозили универсальное. Вот немножечко осталось. Пожалела, что взяла мало. Очень вкусная приправа. Так, также зира закончилась. Мускатный орех. Редко использую. Так, перец красный молотый. Дальше хмели-сунели всегда в ходу у нас уже заканчиваются. Нужно пополнить запасы. Так, тут у меня сахарная пудра. Мак. На выпечку здесь у меня кофе. Я пыталась зерновой кофе помолоть в блендере. И у меня вот что получилось, выкинуть жалко, поэтому засыпала в баночку. А заваривать его, ну, варить только нужно. Так, вот так. Здесь желатин у меня. Немножко в банке. Дальше можжевельник. В мясо иногда добавляю. Можжевельник. Перец горошком. Черный в бульоны идет. Там, когда холодец варю. Вот, и также засыпаю сюда в мельницу. Кстати, нужно насыпать постоянно. Мельница такая из фикс-прайса. Нормальная. Сначала мне показалась она не очень хорошая. Но потом приспособилась. Нормальная мельница. Вот, нужно сюда сейчас засыпать перчик. Тут у меня уже почти заканчивается букет перцев. Такая мельничка. Из светофора, кстати, классная вообще. Так, здесь у меня лимонная кислота. Я ее в основном использую для очистки чайника. Хорошо чай. Так, корица. Тоже в выпечку идет. Шарлотка там такая. Так, черный перец молотый. Так, и здесь у нас гвоздика. Гвоздика. Как показать? Гвоздика. Иногда в чай добавляю. И еще в какие-то блюда разные. Так, и тут у меня немножко специй. Такая приправа для ребрышек. Еще использовала, недавно купила. Так, здесь подлива мясная. Домашняя. Пол пачки осталось. Так, это у меня семена базилик. Тоже базилик. Так, перец красный. Сладкий. Ну, паприка. Я ее использую, когда готовлю гуляш. Так же здесь у меня семена петунья. Это что у нас? Кисель в один пакетик. И дрожжи здесь. Один. Такие и двое таких вот. Все. Все мои специи, приправы. Я не использую. Я использую только натуральные, которые, ну, травы, да. Вот, а которые, там, типа, роллтон. Такие вот, я не использую. Исключения вот такие вот. Очень редко я покупаю. И то мне вот это за 9 рублей была. Соблазнилась. Купила, видите, лежит. Вот. И вот это тоже подлива, кстати. Тоже за копейки взяла. Один раз приготовила, все лежит. Вот. Хотя тут состав хороший у них. Без всяких там ешек. Ну, в основном, вот, я люблю такие кавказские специи. Вот, крымская вот такая универсальная. В Абхазии тоже, типа, такое брали. Вот. Хмели-сунели, кориандр, перец всевозможные. Вот. Такие вот специи. Не использую там какие-то специи для рыбы. Специи там. Еще какие-то эти химозные, которые там роллтон, шмолтон. В общем, такое мы не едим, не употребляем. Вот. Специи добавляю во все блюда на свой вкус. Бывает где-то побольше, где-то поменьше. Дети у нас едят. Я не считаю, что это вредно. Многие говорят, что специи детям вредны. Ничего подобного не вредно. Я родилась в Закавказье. И у нас в семье всегда ели и едят разные всякие специи. Острое, перец, всякие аджики. И все, слава Богу, живы-здоровы. Поэтому я не вижу никаких препятствий. И добавляю во все блюда специи. И дети у нас тоже кушают с удовольствием. Естественно, прям я такое перченое сильно не готовлю. Но бывает, что готовлю там пару блюд таких вот перченых. Но дети просто по сути их сами не едят. Хоть они перченые, хоть не перченые. Поэтому вот так вот я не думаю, что это как-то вредно. Если у человека здоровый организм, здоровый желудок, то пожалуйста, ешьте на здоровье. Например, вот у меня муж, у него заболевание кишечника и желудка. Так вот, сильно такой перченый ему нельзя. Ну, как можете видеть, что у нас немного перца. Вот это я считаю, так чисто, знаете, для аромата добавляется. Такой перец, вот это тоже черный перец. Сильно, конечно, я не перчу, но специи бывает добавляю. В общем-то, хоть рассказала, просили, рассказала все вам. Конечно, нужно привести все в порядок. Давно уже тут все не протирала. Пополнить запасы. Все хочу записать, то, что нужно купить, но как-то не записываю. Вот, и думаю, поскладывать сюда. Сейчас обратно это все навести в порядок. Здесь у меня ничего такого, там чай, это кориандр немолотый, ну, семена кинзы, это все. Там каркаде в баночке, в эту баночку я кофе насыпаю. Это тоже кофе, а тут чай. В общем, так вот. Все, готовлю я кушать. Тушится у меня тут курочка. Итак, показываю, что я приготовила. Показывала уже курицу вам. Потушила с луком, с морковкой. На гарнир буду варить рис. У Велка вот такой в пакетиках воду уже поставила. Вот, три пакетика осталось, сварю все три. Там еще есть у нас макароны, кто захочет, вместо риса. И еще есть борщ немножко остался. Так, на завтрак, на завтрак я сварила вермишель с молоком. Так вот. Маслице сюда добавила, сахар и немного соли. Так, еще сделала такой типа жульен. В общем, захотела я жареные грибы. Достала шампиньоны из морозилки. Они у меня уже были порезанные. Пожарила их с луком. Добавила соль, черный перец. Потом, смотрю, в холодильнике осталось совсем чуть-чуть сметаны. Добавила сюда сметану. Протушила в сметане. Потом, думаю, есть сыр. Положила в тарелочку, потерла сверху сыр. И поставила в микроволновку. В общем, получился только у меня жульенчик. Вкусный, ароматный. Вот. Так что вот так вот. Все, сейчас сварю рис и отдыхать. Дети мои пошли гулять. Погода на улице нормальная. Но ветерок немножко прохладный. Вот. Но уже такое дыхание весны, конечно, уже по полной программе. Сказали, что на выходные у нас похолодает. Но потом уже будет идти только на потепление погода. Так что вот так вот. Буду заканчивать свой влог. Кстати, у меня еще распускается герань. Это для меня вообще уже признак конкретной, прям такой весны. Вот она вот-вот уже распустится на днях. Пересадила я ее. Она такая чахленькая у меня была. Я ее пересадила. И вот еще тут бутончики. В общем, пошла она у меня в рост, в цвет. Так что вот так вот. А, и посадила бенджамина еще фикус. Он у меня в воде стоял, корешки давал. Пересадила в землю уже. Все, буду заканчивать свой влог. Спасибо, что были со мной. Хорошего настроения, тепла, радости, мирного неба над головой. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok